Дорогие мои, всем привет! Я очень рада вас видеть на моем YouTube-канале. Меня зовут Катерина Данко, и я уверена, что многие из вас ждали этот обзор, потому что эти новинки мы с вами уже обсуждали в моем предыдущем видео, и не в одном видео. Так что, да, сегодня речь пойдет про новую коллекцию от бренда Catrice Essence, коллаборация с Disney. Посмотрите, сколько продуктов! Очень много сегодня мы с вами будем тестировать. И да, в этот раз Catrice у нас заколлабились с мультиком книга джунглей, а Essence с королем львом. Я купила не всю коллекцию, поэтому я специально для вас поснимала продукты прямо в магазине, чтобы вы могли увидеть наглядно свочи. Почему я не купила некоторые продукты, об этом я скажу, конечно же, в конце видео. Плюс в этом видео вы также увидите свочи в разном освещении, вы увидите порядка 5-6 макияжей. А еще сюда заглянули у нас Кнопка и Сонька, так что тоже оставайтесь со мной, если вдруг вы по ним соскучились, а я знаю, что вы часто просите снимать их побольше. Ну, знаете, не всегда у них есть настроение, так что вот в этот раз у них прям 2 дня, они рвались в кадр. Я снимала, да, это видео, если что, 2 дня, поэтому мне очень важна ваша поддержка. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь, если смотрите без подписки, и можете написать комментарий, вдруг вы что-то уже попробовали. Если же вы находитесь в России, то вы можете еще включить VPN, это будет втрай неприятно. Приятного просмотра! Сонь, Сонь, пришла, посмотрите, какая красота у меня теперь на фоне сидит статуэтка. Все, ну вот так вот и оставим. Вот ты никогда не поймешь, что эта кошка хочет. Сначала она, значит, уркает, мяукает, типа, я здесь, обрати на меня внимание, я хочу в кадр. Когда ты берешь ее на руки, то начинается вот это вот. Зачем? Зачем? Иди! Что за характер, а? Я ей уже дала поесть, я уже несколько раз открывала ей дверь, чтобы она пошла на улицу, а она не пошла. Легла просто на полу, лежит такая урруру. Я уже нанесла тон-консилер, зафиксировала Т-зону и также сделала брови. Начать я хочу тестировать новинки с блеска, потому что так мы сможем посмотреть, как он будет себя вести в течение видео. Блеск от Essence с Тимоном. У нас был код Тимон, кстати. И да, блеск вышел в двух оттенках. Я выбрала тот, что более такой нюдовый. Мне, конечно же, нравится это оформление. Красиво выглядит, как такие, как будто бы волны песков. Симпатично, правда. И меня, конечно же, изначально эти блески даже напугали, но я выбрала все-таки такой более безопасный оттенок. Аппликатор самый обычный классический, достаточно такой средний, я бы сказала. В первую очередь давайте посмотрим также на свочек. Здесь сразу видно, когда ты даже свочи делаешь, что очень яркие именно золотые блестки. И поначалу я подумала, ну точно будет песок на губах. Но нет, нет, тут как бы этого бояться не стоит. Блестки хоть и есть, они и крупные даже такие достаточно. Но они как-то так, знаете, добавлены, видимо, в меру, что ли, что они особо не ощущаются на губах. Вполне себе комфортный. Сам по себе блеск тоже очень комфортный. Пахнет вкусной конфеткой, такой немного кисленькой жвачкой. Аппликатор хоть и выглядит достаточно таким крупненьким, ну то есть нормальным, но продукта на нем не очень много набирается. То есть здесь прям такой хороший ограничитель стоит, поэтому приходится несколько раз окунать в тюбик-аппликатор, чтобы хорошенечко набрать продукт. Я чуть-чуть притемнела картинку, мне кажется, так получше видно текстуру кожи. И да, у нас с вами есть еще один продукт для губ, это кремовая помада от Catrice. Но ее, наверное, мы нанесем во второй части видео, потому что, ну с помадой как бы плюс-минус все понятно, а вот блеск себя еще проявит, и не с самой лучшей стороны, поэтому на это нужно посмотреть. Я не припудривалась, поэтому сейчас мы с вами нанесем новые кремовые румяна от Catrice. Вышло два оттенка, и я выбрала тот, что мне показался интересным, нестандартным. По крайней мере, так это выглядело в магазине. Мне хотелось какой-то не супер персиковый, не супер розовый оттенок, ну потому что мы с вами уже это видели. Плюс у Catrice совсем недавно вышли новые кремовые румяна, в основной их коллекции. По-моему, там три или четыре оттенка, а этот как будто бы выделялся. Ну так мне показалось. Сейчас я покажу вам свочек, вы поймете, что, к сожалению, не такой он интересный, как я изначально думала. Я думала, это будет что-то такое, знаете, что-то между розовым и персиковым, такое что-то бежевое, максимально подходящее всем. А когда ты делаешь своч, то ты понимаешь, что, ну, это просто розовый оттенок. Да, в нем есть что-то больше как будто бы тепленького, чего-то такого, но по факту это просто розовый цвет. По моим ощущениям, эти румяна вообще никак не отличаются от тех, что у них вышли в основной коллекции, просто они сделали еще два оттенка, которые немного отличаются от тех, что уже есть. Поэтому по мне так это просто как румяна, похожие на кремовую помаду. Так, вторую сторону я уже припудрила, потому что у нас с вами будет следующий румяна от бренда Essence, и они уже сухие. Их вышло тоже два оттенка Nala и Simba. Я выбрала Nala, потому что мне, опять же, понравилось то, что это не классический розовый, это что-то такое вот бежевое, нейтральное, мне прям тоже захотелось попробовать. Но здесь интересный момент. Первый раз я когда наносила эти румяна, я взяла кисть от Morphe, она такая очень-очень мягкая, но достаточно густо, плотно так набитая относительно тех кистей, которые у меня есть. И очень много продукта набирается, вот даже если один раз провести, посмотрите, то вы можете поставить себе пятнышко. Первый раз я поставила пятно себе этими румянами, хотя вроде бы-то оттенок такой достаточно безопасный, но вот так вот случилось. Поэтому я беру кисть от Beauty Bay, она тоже примерно такой же формы, но она более воздушная, хотя и ворс как будто бы пожестче. Ну, в общем, она как будто бы деликат не наносит эти румяна, поэтому имейте в виду, очень хорошо набирается продукта, например, продукта набирается много, и есть риск того, что можете просто так вот сходу себе лишнего пятнышка поставить. То есть кисть от Beauty Bay, она постепенно дает продукт, а вот Morphe, она прям все, что набрала, все вам разом и отдаст на щечки, поэтому получилось так, что я поставила себе пятно, которое пришлось тушевать. Ну, вот такой вот оттенок получается, мне кажется, они даже как-то перекликаются с оттенком румяна, но румяна от Essence, они однозначно потеплее. Хотя, в принципе, мне первый и второй вариант нравятся, просто, опять же, это, ну, как бы знакомые оттенки, которые мы с вами уже видели, поэтому я не могу сказать, что меня что-то прям вау удивило, хотя я этого ожидала. Так хорошенечко я все зафиксировала в прозрачный пудр, чтобы можно было наносить следующие продукты, а именно из палетки для лица от Catrice. У них, мне кажется, упаковки вышли поинтереснее в этот раз, но и справедливости ради они стоят подороже. Ощущается, как такая, знаете, плотная бумага, отдаленно напоминающая ткань и очень красиво блестит на солнце. Сейчас, мне кажется, при искусственном свете этого особо так не видно. Так вот, что у нас с вами внутри? Внутри у нас целых 22 грамма продукта, это прям-таки очень щедро, учитывая то еще какая-то эггентация обычно в таких палетках, ее вам хватит реально на очень долго. Палетка вышла в двух цветах, и знаете, я очень долго выбирала, какую мне взять, потому что там прям, правда, был сложный выбор. Во-первых, я здесь увидела тауповый скульптор и такой очень даже нейтральный бронзер, плюс сияющие рыжие румяны и золотой хайлайтер. Другая палетка, наоборот, с таким более активным, темным, теплым скульптором, бронзером, но холодным хайлайтером и такими розовыми, холодными, сияющими румянами. Поэтому я, когда на это все смотрела, я понимаю, что ну вот что-то не бьется, почему именно вот такое вот решение вы приняли. Очевидно, здесь как раз должны были быть те самые румяна и тот самый хайлайтер из той палетки, потому что тогда бы она была такой хорошенькой, нейтральной, я не знаю, может быть даже в какой-то мере холодной, и вторая бы палетка была потемнее, потеплей. Было бы все логично, но очевидно, они сделали так, чтобы вы не смогли выбрать одну палетку, вам пришлось купить две, если вдруг у вас нет холодных румян. Ну, на мой взгляд, это как-то не очень красиво, Катрис, ну почему, почему нельзя было просто логично это все скомбинировать? Я когда смотрела на вот эти сияющие румяна, я понимала, что ну почему, почему вот это вот, почему это вот рядом вот с этим? Холодный тауповый скульптор, я его когда посвочила, я, конечно же, обалдела, потому что вообще, в принципе, у Катрисы редко выходят скульпторы, а уж тем более в каких-то вот таких вот коллекциях. Поэтому я сразу схватила ее, глядя на этот оттенок, и могу сказать, что не прогадала. Так что сейчас мы с вами все это будем наносить, но честно, честно, я прям в этом плане подрастроилась. Да, слушайте, обычно я скульптор наношу вот такой вот кистью-лапкой, но дело в том, что продукт очень хорошо набирается на кисть, поэтому, возможно, я лучше возьму морфи, потому что у нее такая более обтекаемая форма, чтобы не поставить себе какой-то очень четкой линии. Ну, посмотрите, прям очень много продукта набирается, поэтому лучше-лучше вырабатывать хорошенько в кисть. Ну, давайте посмотрим на сам оттенок. Мне он безумно понравился еще на слотчах в магазине. Ну вот и все, все. В принципе, мне вот этой скулы вполне себе достаточно, по-моему, потрясающий оттенок, они прям попали в точку. Буквально каких-то пару движений, и мне кажется, этого вполне себе достаточно. Конечно, можно поднаслоить, сделать поактивнее, но мне кажется, все очень деликатно смотрится, красиво сочетается, и давайте посмотрим на бронзер с другой стороны. Для бронзера, конечно же, я взяла кисть побольше, также вырабатываю в кисть продукт, потому что, опять же, повторюсь, они достаточно пигментированные все. На самом деле, я в последнее время отказалась, в принципе, от скульпторов, и бронзер я всегда тоже наношу в зону скульптора и выбираю бронзеры не слишком какие-то суперрыжие, кирпичные, а прям такие нейтральные. Конечно же, инструмент нанесения тоже играет роль, и такой кистью всегда у вас получится более мягкое нанесение продукта, и мы здесь видим более, опять же, мягкое что-то такое, то есть скульптура сразу тоже обозначилась. Здесь же что-то у нас более такое вот остренькое, если можно так выразиться, но в любом случае, я сейчас все это буду выравнивать, добавляя сюда скульптора и на другую сторону бронзер. Но у нас же с вами есть еще хайлайтер и румяна. За румяна я прям безумно переживаю, я не хочу их наносить. Я их пробовала, это рыжие, сияющие румяны, я вообще как бы ничего против не имею сияющих румян, но в данном случае даже это для меня слишком теплый продукт. Хотя я люблю теплые продукты, мне как бы серые вообще никуда не подходят никак. Набрала на кисть от Beauty Bay, хорошенечко обработала. Ну здесь, конечно, будет скорее всего сейчас плохо видно, может быть и будет нормально, потому что одни румяна уже нанесены, но нет, все равно видно. То есть в жизни я прям вижу вот это вот оранжевое пятно, которое у меня появилось. Ну как-то так, на другую сторону давайте нанесем с вами хайлайтер. Хайлайтер на самом деле вообще самый проходной, я в нем вообще ничего интересного не увидела по эффекту, он именно металлический, в нем нет как будто бы отдельных блесток, он не деликатный, он может подчеркнуть текстуру, ну прям проходная вещица, учитывая еще какой оттенок, тут, конечно, меня подрастроили, Катрис. Но вот из-за чего я переживала, это, конечно же, из-за оттенка мне казалось, что он будет создавать полосу даже на мне, потому что я-то не самая светленькая, и как бы, как бы нет. Полосы нет, все, в принципе, неплохо смотрится. Конечно, если буду сейчас активнее наслаивать, то полоса появится, потому что, ну, в принципе, вы видите, какой у нас палетки, он достаточно темный. Так, ну, я постаралась немного выровнять коррекцию, хотя, с одной стороны, у нас с вами были нанесены кремовые румяна, они немного порозовей, поэтому эта сторона однозначно отличается. Но, в целом, это не то, чтобы прям как-то очень сильно заметно, здесь у нас с вами были те самые сияющие румяны, и как бы вот, да, здесь более такой желтый и золотистый блеск. Блеск, мы с вами про него совсем забыли, а я уже прям чувствую, как он подсобрался у меня, такой очень некрасивенькой, такой вот белой полоской. И именно это я хотела вам показать, то, что он собирается не симпатично, блески остаются, а блеск, он как будто бы так стекается, растекается, исчезает, испаряется, я не знаю, что с ним происходит. Ну, в целом, это комфортно, но вот это вот не очень эстетично выглядит, поэтому за этим просто нужно будет следить, и вот эти вот моменты постоянно подправлять. Ну, я думаю, вы знаете эту неприятную полосочку такую, которая вот она есть, как бы, и вы даже не всегда знаете, что она есть, можете заметить это только там, не знаю, на фото, либо потом случайно, проходя, посмотрев на себя в зеркало, и думаешь, блин, я так ходила. Так что блеск уже можно подснимать, а давайте я даже покажу поближе, чтобы вы видели, как выглядят блески. Я уже, к сожалению, сняла эту полоску, а может быть, и к счастью, вы не увидите этого всего. Но, в общем, вот видно, что блески просто, они как отдельными такими, отдельным чем-то лежат на ваших губах, губы все еще чуть-чуть липкие, но как бы не критично. Ну, и раз уж себя блеск изжил, я решила нанести помаду. Помаду я выбирала по картинке. Когда я увидела, что здесь нарисована Багира, я поняла, что все, это точно мой оттенок, прям точно он мне подойдет. Хотя, вот глядя на жопку, то здесь как будто бы, ну вот вообще другой оттенок. Посмотрите, он как будто бы такой прям темно-вишневый, такой мов, очень сильно напоминает оттенок румян в палетке от Наташи. Сейчас покажу. Ну, вот это, конечно, посветлей, но то есть примерно что-то такое, но на пару тонов потемнее. То есть я это, по крайней мере, вижу вот так вот. Вот, но когда ты и свочишь эту помаду, то понимаешь, что ну это не то. Это, опять же, классический вот такой вот немного розово-бежевый оттенок. Рабочий, хороший, носибельный, кремовая нормальная помада. Вообще вопросов нет. Красивый, кстати, принт тоже все красиво сделано, приятно ощущается на губах. Супер комфортно. Вот она не делает никаких полосок, она никуда не заваливается, никакие блески там не оставляет после себя. Все с ней потрясающе. Если вам понравится какой-то оттенок, можете смело брать. Но помните, что это, конечно же, не стойкая помада. Я такую обычно ношу с карандашом, но сейчас в демонстрационных целях я решила просто ее нанести и посижу с вами вот так. И мы с вами, наконец-то, добрались до палеточек, а именно это палетки для глаз. Я, конечно же, купила и от Essence, и от Catrice. Начнем мы, пожалуй, с Essence, потому что здесь нарисован Муфаса. Здесь тоже была такая щепотка предвзятости, когда я выбирала палетку, но все-таки я включила голову, и когда я посмотрела на все три, я поняла, что все-таки это, на мой взгляд, интереснее, потому что те две, что были еще, те две, что были еще, еще две палетки из этой коллекции. Одна была прям 16 оттенков розового, а вторая 16 оттенков песочно-золотого. Ну вот чего-то такого, поэтому мне показалось, что эта палетка самая интересная. С нее мы с вами и начнем. Потом уже потестируем Catrice. Здесь достаточно много сияшек, очевидно, Essence сделали упор именно на сияшки, чему я безумно рада, потому что матовые, ну, такие они себе у них получаются обычно, поэтому лучше сияшки. Ой, нет, ребята, я ошиблась. Не 16 оттенков палетки, здесь у нас 14 и 11,2 грамма на всю палетку. В общем-то, давайте посмотрим сначала на свочи сияшек, потому что полноценный свочи у нас с вами будут в конце, когда будем обсуждать ее сейчас, просто для того, чтобы как-то, знаете, понять, что же нам с вами делать. Из того, что мне нравится в этой палетке, это такой вот зеленый оливковый оттенок с розовым отливом, просто классическое что-то зеленое. Розовый, который дуохромит оранжевым, вот такой оттеночек очень классный, и еще вот такой тоже невероятно красивый. Давайте сейчас мы их засвочим. Вот что-что в палетке от Catrice Essence всегда очень хорошо свочатся, ну, за редким каким-то исключением, но это, конечно же, не гарантия того, что они также будут классно работать. Посмотрите на эту красоту, мне безумно нравится, как это все сияет, плюс здесь есть какие-то такие интересные дуохромы, намеки на дуохром, я бы сказала. Но вот, правда, зеленый как-то очень скромно засвочился, хотя в нем реально виден явный такой розовый-розовый отлив. Я сейчас постараюсь его показать. А, ну вот, в принципе, он сейчас уже, мне кажется, виден вот здесь. То есть это такой прям травянистый зеленый, то ли оливковый оттенок, но переливается в розовый. Но это прям реально сложно уловить. Надеюсь, когда-нибудь они доработают этот оттенок, потому что мне, правда, очень нравится это сочетание такого розового, холодненького с каким-то таким травянистым зеленым. Ну, вот есть в этом что-то такое. Давайте просто делать макияж и посмотрим, как это все будет работать. Ну и да, ребята, я не забыла, у нас же с вами еще есть праймер для теней, но я хочу вам его отдельно показать, прям показать до и после, как будут с ними работать матовые, потому что все-таки, когда мы наносим и сияющие продукты, возможно, не так будет очевидна разница. Поэтому я решила, после того, как мы сделаем с вами полноценный макияж и палеткой, потом будет действительно и такое нормальное до и после с данным праймером. В этот раз Айсенс тоже не забыли положить молочный оттенок, так что и мы с вами будем фиксировать века. Проблема на самом деле даже не в качестве этого оттенка, хотя и в этом тоже. Просто я не особо люблю такие прям серые-серые оттенки. Мне кажется, уже видны какие-то такие вот небольшие залипушки, хотя я, конечно, и тушую, но как бы долго тушевать надо, чтобы все это выровнять. Конечно же, если бы у меня была более светлая база, вот что-то такое, этот серый был бы ярче, насыщеннее, было бы легче. Но, как бы, опять же, не у всех у нас с вами есть база, и сейчас хочу, конечно же, все это дело притемнить тем коричневым, который у нас есть, потому что больше ничего у нас с вами нет. Но я повторюсь, я не расстраиваюсь, что то, что здесь у нас всего 4 матовых, я рада сияшкам. Коричневый, правда, очень хорошо пигментированный. Действительно, он справляется со своей функцией. Если бы серый так наносился, может быть, я как-то еще поспокойнее бы к нему относилась. Меняла я кисть на поплотнее, потому что какие-то прям пятна лезут, хочется красивую форму, а получается, что получается. В целом меня устраивает форма, и коричневый действительно хорошо дополняет этот серый оттенок, как будто бы он делает его глубже, не теплее, но именно глубже, и уже это не выглядит таким прям серым каким-то грязным пятном. Так, у нас тут, конечно, большой выбор сияшек. В первую очередь напрашивается та, что похолоднее, она прям интересная. Ее когда сфочишь, она кажется прям такой, вот так вот она серебристая, но когда ты ее растягиваешь, там есть что-то такое розвенькое, и если ее подрастянуть, то она уже превращается, посмотрите, в какой классный красивый оттеночек. Но, но, но в наслоении все это, конечно же, не так выглядит, как я бы хотела, потом покажу. Так, ну сначала я бы, наверное, все-таки, все-таки хотела бы добавить вот такую вот сияшку, мне кажется, нам будет прикольно здесь смотреться. Попробую сначала просто пальчиком. Ну и да, сияшки из этой палетки, они действительно переносятся пальчиком, не так хорошо, как если бы был бы клей, но все же это возможно. Посмотрите, в целом, в принципе, блеск выглядит неплохо, симпатично. Я вижу отдельные блестки, то есть это не металл, это, наверное, даже ближе к спарку. Красиво, правда, очень красиво, прям поближе рассмотрите. Прям, прям хорошо. Мне вот прям очень хочется этот холодный оттенок добавить, хотя я понимаю, что он здесь уже не особо будет смотреться, но я все же попробую. Мне кажется, он темноват будет для уголочка глаза. Так, а теперь молочным оттенком я прохожусь по вот этому синячку, потому что здесь у нас такое очень углубленное место, и оно само по себе всегда темнее из-за того, что просто, ну просто там у нас образуется, естественная тень, и чтобы ее немного подвысветлить. На нижний век я нанесу вот такой вот, наверное, зеленый оттенок, потому что, ну вот все остальное я там просто не вижу. Так, ну вот таким образом у нас получается нижний век, а мне, конечно, не хватает сияния на нем, поэтому я добавлю клей. Другое дело, на клей, конечно же, все это лучше садится. Дополнила макияж стрелкой и ресничками, и единственное, что меня смущает, это помада. Мне кажется, она прям такой сейчас малиновый даже смотрится, из-за того, что вот такой вот контраст цвета, есть что-то такое зелено-желтое, есть что-то холодное, и как будто бы она уже не такая спокойная. Прям хочется ее снять. Так точно получилось. Погармоничнее я добавила свой карандаш от NYX и тот же самый блеск от Essence. Просто нанесла его прям поменьше, чтобы он не успел так быстро создать полоску, хотя я уверена, что она будет, просто, возможно, чуть меньше. Ну, в общем, такой вариант мне нравится гораздо больше. Что касается макияжа глаз, необычное, честно говоря, сочетание. Я на это смотрю и понимаю, что вот как-то, как-то немного странно, но что-то в этом есть. Можно было бы сделать слизистую еще похожим оттенком. Кстати, у меня даже есть. Напишите в комментариях, как вам, потому что сейчас, мне кажется, прям глазик полностью закончен, и эта слизистая, она прям дополняет этот уголочек глаза. Он не один такой, знаете, холодненький, и как-то вот, как-то все объединяет. Так, ну что, со вторым глазиком мы пойдем, конечно же, мы с вами в теплые оттенки, потому что у нас тут с вами есть вот такой вот персиковый. Его я сразу же нанесу в складку и потом также буду затемнять коричневым. Так, ну вот, пару движений, в принципе, и складка оформлена. Вполне себе этого достаточно. Коричневый я начну наносить с нижнего века и захожу на уголочек. И продлеваю это нижнее веко, и получается вот такая вот стрелочка. Пытаюсь немного оранжевым этим оттенком подтушевать, но, честно говоря, не особо оттенок подается. Вот как я его нанесла, так он, в принципе, и зафиксировался. Ну, хотела сделать что-то наподобие, знаете, растушеванной стрелки, но мало ли, что я хотела. Слушайте, ну, я вот попыталась что-то потушевать, и мне получилось хоть какую-то дымку создать только благодаря смешению двух оттенков, но, честно, прям очень туго и очень долго нужно было это делать. Наверное, ставлю пока что форму так. У нас тут с вами, конечно же, есть интересные сияшки. В первую очередь, мне кажется, сюда, конечно же, подойдет вот такая вот сияшка. Буду также наносить просто пальчиком. Вообще, когда я ее наносила, у меня получалось получше. А в этот раз что-то как-то я слишком много... Аааа, осыпается, блин, эти хлопья. Сейчас по всему лицу будут. В общем, наверное, лучше взять клей. То есть это как бы наносится, это даже неплохо может выглядеть, но из-за того, что это просто такие вот прям отдельные хлопья, лучше все-таки на что-то крепить. Так, клей добавила. Ну, вот, вот другое дело. Сейчас вот это лучше легло. Так, ну и на оставшийся веку тоже клей нанесу. И дальше у нас будет, конечно же, та самая розово-оранжевая сияшка. Она, на самом деле, очень красивая. Ее я, по идее, тоже наносил до этого без клея, и все хорошо работало. Но вот, ну, чтобы обезопасить себя, я сейчас нанесла его. Ой, ну он красивый. Конечно, красивый. Это прям беспроигрышный такой вариант оттенок. Так, и вот сюда я хочу добавить еще одну сияшку. Но она такая, знаете, как, вроде бы напоминает чем-то топпер, когда ты ее свочишь. Но на деле она вот такая вот желтенькая. Наносить я буду, наверное, тоже кистью. Тоже, блин, крошится, летит, поэтому будьте осторожней. Слушайте, наверное, даже нужно было вот эту сияшку наносить вот сюда, как блик, а уже ту, что мы с вами уже нанесли, уголочек глаза. Ну ладно, сделаем наоборот, просто она с отдельными такими блестками, как спаркл. И на нижние века, слушайте, наверное, нанесем мы с вами... Ну здесь только вот такая сияшка, мне кажется, подойдет. Она, конечно, просто оранжевая, хотя ты на нее смотришь, ты видишь там такие, знаете, зеленые, розовые кусочки в золоте, все это. Но на деле это получается просто оранжевый. Он тоже такими хлопушками, ну вот он, смотрите. Там как будто бы есть какая-то зеленца, это все смешивается розовый, зеленый, золотый, получается вот что-то такое. И одно дело набирать его пальцем, когда ты это все хорошенечко смешиваешь с другой, делай кистью. Кисть поднимает вот эти вот шелушки, не знаю, как это описать, хлопушки, хлопушки, вот. И получается не очень равномерно. Сделала очень миниатюрную стрелку и не по всему ресничному краю, а только на внешнем уголочке глаза. Не хотелось как-то добавлять этому макияжу контраста, потому что хочется, чтобы оставалась легкость и акцент на сияшках. Также проработала внешний, внутренний уголочек, на нижнюю слизистую нанесла постельно-розовый и, конечно же, прокрасила реснички. Мне нравятся оба варианта макияжа. С этим просто покомфортнее, потому что здесь, конечно, не самые очевидные оттенки сочетаются. Плюс у нас какой-то, знаете, такой прям теплый, золотой, травянистый блеск на основном подвижном веке. Также у нас присутствует холодный серебристый блеск на нижней слизистой в уголочке глаза. Это, правда, редко встречается, но это имеет место быть. Почему бы нет? Очень даже неплохо смотрится. Просто это более такой привычный формат, я бы сказала. У меня еще есть несколько вариантов макияжа. Я постараюсь это вставить, если получится, потому что я уже не первый раз снимаю это видео. У меня были проблемы технические, попозже об этом в конце я вам расскажу. И, в общем-то, если у меня сохранятся эти кадры, то я их обязательно вставлю в другие варианты макияжа с этой палеткой. Ну а теперь палетка от Catrice. Здесь, конечно, выбора у нас побольше, больше матовых, больше сияшек, но действительно ли это так хорошо? Давайте сначала я посвочу те оценки, которые мне нравятся, а потом уже сделаем макияжики, посмотрим, как это все работает, и в выводах уже посмотрим на полноценные свочи. В разном освещении, конечно же. Первые два оттенка из этой палетки мои самые любимые. И сейчас объясню, почему. Когда ты смотришь на этот розовый просто в палетке, то кажется, что это обычное розовое золото, ну с чем-то таким персиковым, теплым. Но когда ты начинаешь присматриваться, то, во-первых, ты видишь отдельные блески, которые красиво искрятся. И, во-вторых, при определенном освещении ты улавливаешь такой какой-то зеленоватый блик. Его не всегда видно, то есть его можно рассмотреть при плотном наслоении, при определенном освещении, но это так красиво играет. И благодаря этому данный оттенок со всеми сияшками в этой палетке классно сочетается, классно дополняет, мне прям безумно нравится. Второй оттенок более понятный, что-то такое мы с вами уже видели. Он на такой немного вишневый, что ли, коричнево-красные подложки. И тут, конечно же, явно зеленый отлив, и также есть отдельные такие искры-блестки, и тоже два эти оттенка очень круто смотрятся вместе друг с другом. Я их носила в одном макияже, и это прям очень красиво смотрелось. Они как будто бы друг друга дополняют, но они прям читаются как отдельные два цвета, и не выглядят пятном. То есть они прям проникают друг в друга, если можно так сказать, очень красиво, мне прям безумно нравится. Следующий оттенок желтый такой, просто такое прям яркое, насыщенное золото, и это откровенный металл. Самый металлический металл, который можно только найти у Катрис. Мне кажется, такую формулу я даже не могу припомнить, в какой из палеток она была у Катрис. Она отличается от всего того, что есть в этой палетке. Она такая густая, масляная, вы такое ощущение, что зачерпываете этот продукт в рефиле. Это не интересная формула, но есть вероятность того, что будет немного комкать века, если переборщить. Ну и четвертый оттенок, он уже как бы более понятный, более знакомый. Это такой вот какой-то мятно-травянистый, но он красиво блестит, и он со всем этим хорошо сочетается, потому что в нем еще есть что-то такое вот прям тепленькое. Не очевидное, но периодически я вижу, что там есть как будто бы оттенок шампанского добавленный. Вот что-то вот такое. И все это, конечно же, в комбинации, посмотрите, как красиво смотрится. Мне безумно это все нравится. Ну и в палетке есть еще три, наверное, оттенка, которые мне прям очень понравились. Я опять же такое люблю. Это что-то такое вот зеленое, бронзовое, в общем, прям такая хорошая классика. Ну так вот как-то не очень хорошо получается их засвучить, но в любом случае во второй части видео будут нормальные свочки. Вот так вот это выглядит. Это просто что-то понятное, что-то рабочее. Это красиво смотрится, наверное, в любом макияже. Ну и давайте уже начнем делать макияж. У нас с вами здесь есть, опять же, такой вот молочный оттенок. Катрис тоже решили нас не оставлять без него. И мы с вами зафиксируем консилер. Хотя, в принципе, он и так уже сам зафиксировался. Ну давайте все равно нанесем, раз уж есть. На самом деле с матовыми здесь все вообще не очень просто, потому что здесь есть, конечно же, оттенки, которые подойдут для того, чтобы оформить складку века. Я думаю, вы их сразу видите. Ну и вот этот, возможно, тоже подойдет. И есть два темных оттенка, которыми мы как бы обычно затемняем. Плюс есть вот что-то такое очень яркое, привлекающее. И есть лаванда, которая тоже выглядит очень ярко. Но, ребята, не обольщайтесь. Сейчас все вы сами увидите и все поймете. Хочу сразу показать вам лаванду. Прям не ходить вокруг да около, чтобы закрыть этот вопрос. Ну, во-первых, давайте даже покажу сводчик. Вот так вот набирается оттенок. Никак. Ну и вот так вот выглядит сводчик. Тоже никак. То есть вы примерно понимаете, что будет у вас на глазах. Да, бывает иногда такое, что тени плохо сводчатся, но потом хорошо работают на глазах. Это не тот случай. Для начала наберу на пушистую кисточку. Набирается очень даже неплохо, но практически ничего не переносится. Возможно, кто-то скажет, что это же пушистая кисть, она же для растушевки. Согласна, спору нет. Так что я беру кисть более плотную, более такую набитую, которой я обычно делаю форму. Делаю какие-то растушеванные стрелки, набираю на нее этот лавандовый и буду прихлопывающими движениями наносить этот оттенок. Ну вот теперь что-то, мне кажется, видно, но честно, мне этого, правда, маловато. То, что я вижу в рефиле, когда смотрю на палетку, это вводит, согласитесь, в заблуждение. То есть вот чтобы добиться вот такого результата, нам нужно брать праймер, базу, какой-то супервыбеливающий консилер, какую-то белую базу, что-то вот такое холодное, потому что, ну, мне кажется, этого мало. И плюс я сейчас возьму, конечно же, какую-то пушистую кисточку, чтобы немного оформить складку. Буду я использовать для этого, ну, давайте вот такой вот оттенок. Он близкий к лавандовому. И он благополучно просто подперекроет, его немного растушует, потому что, ну, как только вы начинаете его тушевать, он просто улетает. Катрис, в чем дело? Почему? Почему вы вводите в заблуждение людей? Потому что, когда ты смотришь на эту палетку, конечно же, в глаза бросается лавандовый и зеленый оттенок. С зеленым мы с вами еще разберемся. Или желтый. Ну, на камере он даже больше как будто бы желтым выглядит. И вот еще один интересный момент. Обычно я вот что-то подобное беру и иду по классике, затемняю складку, продолжаю как-то ее немного углублять. Могу сказать одно, что этот оттенок очень сильно пылит, летит, и его нужно набирать супер аккуратно. И здесь не получится работать от темного к светлому, потому что он не имеет в себе много пигмента, хотя он выглядит достаточно прям темным. Но вот такой пигментации вы от него не получите. Только, возможно, если использовать какой-то праймер. Тоже на кисть кажется, что набирается много, но ни в коем случае не наносите вот в таком виде этот оттенок, потому что все будет сыпаться, все будет лететь, все века будет грязное. Это просто, это просто какое-то издевательство. Поэтому я сразу стряхиваю хорошенечко и буду по чуть-чуть наслаивать. И я уверена, что он все равно немножечко, но осыпется. Вот это просто какой-то очень такой рыхлый оттенок, даже не то чтобы оттенок, то есть все матовые. Здесь одной формулы за исключением двух. И данное работает именно хорошо, как легкое притемнение, не больше. И он уже, мне кажется, себя немного начинает выметать из-за того, что они такие прям, знаете, как будто бы прям силиконовые. Они так сильно скользят, что они сами друг друга выметают. И это, конечно, не классно. То есть поначалу как будто бы пигментация есть, но стоит немного подтушевать, как-то, знаете, какую-то дымку попытаться создать. Как все, оттенок просто улетучивается. Помимо этого оттенка у нас с вами есть еще вот такой вот оттеночек, который тоже как бы очень темный и, казалось бы, даже темнее того, что я вот пробовала сейчас наносить. Дело в том, что этот оттенок и вот такой вот молочный, они как будто бы другой формулы. Не как будто бы, это прям другая формула, которая чисто внешне напоминает cream to powder. И даже когда вы набираете этот оттенок, там, во-первых, у меня уже ямка, посмотрите, вот эта вот ямка, то есть он прям проминается. Очевидно, они явно пытались что-то подобное сделать. Он таким немного глиняным ощущается. И вот, собственно, вы видите, да, этот оттенок. И его я бы не советовала вам наносить на эти тени прям поверх, потому что тени эти скользят, они прям такие очень силиконистые, и данный оттенок, он как будто бы не цепляется. Точнее, цепляется, но очень-очень плохо. Лучше работать от него к более светлому. Первые разы, когда я использовала этот оттенок, я вообще, я просто негодовала, я не понимала, что с ним делать, куда его наносить. Сейчас хочу я вам продемонстрировать, как он будет ложиться на тени. Практически никак. Вот там, где теней нет, как будто бы он начинает больше проявляться. Видите, вот снизу. Ну нет, в общем, это, ребята, бессмысленно. Я не буду сейчас сидеть, тратить время, потому что, ну, ничего не проявится. А если и проявится, то появится какая-нибудь обязательно плеш. И его нужно наносить, наносить первым, выстраивать им форму, и потом уже его тушевать другими оттенками. Так это сработает. Поэтому с этим глазиком мы сейчас, наверное, что? Мы сюда можем нанести еще, например, вот такой вот оттеночек. Почему бы нет? Возможно, вот он даже нам больше затемнит, чем наши вишневые. Хорошенько стряхиваю, потому что все благополучно осыпается. И вот он, да, он как будто бы, посмотрите, сразу хоп, и притемнил. Вот так, по идее, должен был сработать вишневый. Ну, вот так, в принципе, неплохо. Я не буду сейчас этим глазом заморачиваться, потому что этот лавандовый там, вот это вот снизу что-то подобие какой-то стрелки, мне это особо не нравится. Поэтому давайте просто нанесу сияшку, сияшку, которую я просто хочу вам очень сильно показать. Еще раз вот это вот. Ее мы с вами наберем. Просто на все веко, пока что без клея, но сразу говорю, без клея будет немного осыпаться, так как это такие вот отдельные хлопушки. Ну и что-то как-то без клея плохо работает. Давайте наберу клей. Нанесла клей, и вот сейчас уже другое дело, посмотрите. Ну вот почему так сразу нельзя было? Да, есть проблема, к сожалению, у Catrice Essence. Где-то они прям делают очень хорошо, а где-то вот прям, вот прям недодел. Ужасно недодел. Ну, в уголочек глаза я тоже нанесла клей, и добавлю такую обычную сияшку. Теперь набираю молочный оттенок. Он тоже в такой же текстуре, как будто бы cream to powder. И им я чуть-чуть подвысветляю синячок. Знаете что? Я еще подумала, можно нанести это золотишко, то самое центральное, которое металлическое. Добавлю его акцентом, как я делала до этого. Посмотрим, как это будет смотреться. Я, конечно, переживаю за то, что оно может, знаете, как-то так немного отслоиться, как бы хлопушками отвалиться, но надеюсь, что этого не будет. Поэтому сначала я чуть-чуть добавляю клея. Я не уверена, что это хорошо сработает, но я попытаюсь. Оно и набирается, посмотрите, вот так вот как-то хлопьями, поэтому это, конечно, не очень классно, но зато как выглядит, если это все красивенько размазать. В этом однозначно что-то есть. Хотя в предыдущем макияже это явно гармонично смотрелось, в этот раз получилось иначе, как такая прям капелька вытянутая. Мне нравится, как выглядит этот оттенок, но, конечно, наносить его непросто, он прям весь хлопушками отваливается, поэтому здесь только клей. Клей, клей, еще раз клей. Мне кажется, вот если еще прикольно будет его разбавить, может быть, с каким-то дюролайном, с чем-то таким, что превратит данный оттенок в подводку, будет вообще красотища. Можно будет делать какие-то такие стрелки. Вопрос стойкости, это, конечно, другой вопрос, но мне пока что нравится вот этот блик, он прикольно смотрится. Я решила добавить еще больше золота, сделала полоску с помощью клея, и, в принципе, все то же самое нанесла, и мне кажется, очень интересно смотрится. Сейчас я уже также на нижний век немного добавила клея, и хочу набрать вот такой вот оттеночек. Мне кажется, будет интересное сочетание. Может быть, я не права, ну, а почему бы и нет? Так, решила я пока что подсобрать волосы, и да, я прокрасила реснички, на нижнее слизистую нанесла, опять светло-розовый карандашик. Мне кажется, все очень гармонично смотрится, очень нравится, правда. Давайте сделаем второй глазик, и в этот раз мы пойдем от самого темного оттенка, тот, что cream to powder. Он, правда, непростой, и его, конечно же, да, нужно наносить в первую очередь. Кажется, конечно, что я только им пользуюсь, но на самом деле нет, просто его нужно очень хорошо набирать, ну, чтобы действительно вот что-то набралось на кисть, поэтому там уже посмотрите, какая прям огромная вмятина. Вот ее хорошо сейчас видно. Честно, не могу ничего подобного припомнить от Catrice, либо они начали как-то экспериментировать, знаете, периодически пробовать какие-то новые формулы, но не знаю, насколько это удачно. Ну, здесь, по крайней мере, есть хоть какая-то пигментация, просто нужно прям-таки, знаете, хорошенечко этот оттенок наносить, тушевать, потому что такое... Я даже не знаю, как описать, он просто как будто бы густой такой. Я постоянно донабираю продукт на кисть, потому что как-то вот прям немало-мало его. Так, беру кисть побольше и потушевываю. Набрала этот оттенок на пушистенькую кисточку. Несмотря на то, что это очень такая странная формула, которая прям, ну, с трудом, я бы сказала, наносится, нужно прям набирать, набирать, наносить, наслабить, постоянно тушевать, есть вероятность поставить пятнышко, вот, собственно, у меня, мне кажется, я уже получилась. Несмотря на то, что это такая очень странная формула, свои плюсы, конечно, у нее есть. Она так не осыпается. В целом мне нравится то, что получается, но я, правда, потратила немало времени на то, чтобы вот получить такую тушевку. Ладно, у нас с вами здесь есть еще два зеленых оттенка, матовых. Они немного разные, то есть один более такой как будто бы оливковый, я бы сказала, вот здесь он находится, а этот более такой прям как трава, такая сочная, ну, хотя не сочная, но, в общем, как трава, травянистый такой. Их, наверное, я буду добавлять в складку, могу сказать одно, что да, эти два оттенка тоже я пробовала, конечно же, и они одинаковые. То есть на деле, когда вы наносите оба эти оттенка, они смешиваются и превращаются в что-то одно, в что-то нейтральное, поэтому здесь без разницы, в каком порядке их наносить, ну, возможно, чуть-чуть, будет там где-то посветлее, где-то чуть позеленее, все, но принципиальной разницы никакой нет, и в результате все это смешивается в один оттенок. Что касается пигментации, здесь то же самое, как и в этом вишневом оттенке, если вы будете его наносить как самостоятельный оттенок, то либо только на какую-то липкую базу, на что-то такое очень светленькое, тогда, да, действительно будет видна разница и в оттенке, и, ну, и, в общем, он не будет сам себя хотя бы выметать так сильно, потому что, ну, иначе, ну, иначе будет просто, повторюсь, то же самое, и все будет осыпаться, это одна и та же формула. А вот если поверх этого оттенка, который Крем Ту Паудра, то получается получше, посмотрите, то есть, ну, такая вот зеленца легкая придается макияжу. На нижнее веко наношу второй зеленый оттенок. Конечно же, хочу вот эту я сияшку нанести, она потрясающе замечательная, и здесь прям, ну, просто она должна быть именно в этом макияже. Давайте посмотрим, я маленько стряхиваю с пальчика, потому что я знаю, что будет немного осыпаться. Но вот что интересно, именно вот она, она не наносится такими хлопушками, она ложится лучше, и даже если нет клея, то как будто бы все будет не так плохо, но все равно не так ярко, как хотелось бы. И теперь сажаю на клей. Конечно же, разница большая. Да, ребята, мы с вами совсем забыли, то, что у нас с вами есть еще вот такой вот оттеночек желто-зеленый, ну, больше даже желто выглядит, и сейчас, наверное, его уже особо некуда, а если и нанесу, скорее всего, я испорчу, но я просто хотела бы вам продемонстрировать хотя бы свочек этого оттенка, возможно, я его использую в следующем макияже, но, честно говоря, здесь абсолютно точно такая же история, как у лавандового. Он, конечно, свочится лучше, и как будто бы он многообещающий, но на деле он сам себя выметает, он такой немного разбеленный. Да, если вот прям прихлопывающими движениями, если вот прям наслаивать, тогда вы что-то увидите, тогда что-то сработает, но только начнете тушевать, как он просто и улетает. Слушайте, этот макияж я решила тоже дополнить такими золотыми элементами, мне нравится, как это выглядит, посмотрите, прям вот к месту. Я вообще, в принципе, изначально, когда свочила данный оттенок еще в магазине, я сразу поняла, что вот он крутой, он классный, он яркий, проблематичный в нанесении, но я не жалею, что помучилась, правда, мне нравятся оба макияжа, и вот эти золотые штучки, они как будто бы объединили два такие вот разные по оттенкам макияжа. В общем, я довольна, я очень довольна, я думаю, по мне это видно. Но сейчас, к сожалению, мне придется все это дело смыть, сделать третий макияж под музыку, и потом мы с вами будем уже обсуждать все, что здесь сегодня произошло, и еще даже не все произошло, потому что у нас с вами еще есть карандаш Хамелеон, и у нас с вами есть праймер, так что все будет дальше в следующей части. С вами был Игорь Негода. И да, вы сейчас в слизистой также можете увидеть карандаш, который мы с вами еще не обсудили. Вышло два таких карандаша, я выбрала зеленый, и второй был розовый, который, по-моему, дуахромит фиолетовым, чем-то таким. Этот карандаш мне показался просто поинтереснее, ну и плюс палетка сама по себе такая зелененькая. Он переливается, честно говоря, ребята, это даже не дуахром, смотря с каким освещением смотреть. Вот вам он сейчас будет как оранжевый и зеленый, но если смотреть при другом освещении, я его, например, сейчас вижу, когда рука просто передо мной, темно-такой холодный, зеленый, перетекающий в салатовый, вот что-то такое, плюс желтый, в общем, смотря какое освещение, это очень красиво смотрится. Я постаралась вам также заснять это все в дневном освещении, максимально показать этот оттенок, чтобы вы все хорошенечко рассмотрели, поняли, о чем я говорю. Я, конечно же, в восторге от такого карандаша, но, блин, ну почему это автоматический карандаш для глаз? Ну почему это не жидкие тени? Почему это не какие-то кремовые тени в шайбочке? Я не знаю, почему это карандаш для глаз? Ну как бы это, да, это прикольно смотрится, то есть я вижу, как эта слизистая прикольно сияет, немного переливается, но всегда есть опасность того, что ваши глаза будут сами по себе казаться немного более больными, желтоватыми, ну в общем, это может выглядеть просто нездорово, потому что он сияет, и это может не всем подойти, а если бы это были кремовые тени, то здесь уже было бы поинтереснее, если это был бы вот такой же, вот такой же там Дуа, Трехром, честно говоря, я даже не знаю, как это назвать. В общем, продукт хороший, карандаш клево рисует, мягкий, плавный, вообще вопросов нет, со слизистой, конечно же, он постепенно утекает, если им рисовать что-то по коже, по теням, вот здесь уже сложнее, я пыталась и не раз, и не получается такого эффекта, как у нас получилось, получилось до этого в макияжах с золотом, где мы делали вот эти вот акценты, я ждала такого же от этого карандаша, я думала, буду делать такие вот какие-то палочки, черточки, как-то вот дополнять макияжи, но, увы, ях, он просто не рисует так, приходится очень много раз проводить, и линия уже получается более размытая, поэтому, наверное, только в слизистую, либо по нижнему веку хорошо прокрашивать, тоже получается прикольно, здесь его просто как бы лучше видно, больше я не нашла способа его применить, к сожалению, а потенциал-то хороший, вот как бы могут, но почему нельзя это сделать в другой форме, пожалуйста, Катрис, сделайте тени в шайбочке, я думаю, все будут в восторге, если они еще и будут бюджетные, ну, как бы вообще, положите даже этот карандаш, я не знаю, в шайбочку какую-нибудь, так, что касается базы под тень, ее я сегодня решила прям-таки проверить, нормально проверить, потому что мне прям непонятно было с лавандовым оттенком, с тем самым желтым оттенком и серым оттенком, они себя, правда, очень странно ввели, они какие-то немного пляшивые, непонятные, лавандовый вообще, это просто самый худший, наверное, из этих трех, и да, база, конечно, все-таки этот праймер сработал, и если сравнивать его с праймером от Essence Like a Boss, где-то он у меня здесь рядышком был, я его до этого доставала, какая-то фантастика, не могу найти этот праймер, а я его точно доставала, готовила, но вот куда-то он у меня закатился, в общем, это тот же самый праймер, что у них есть в основной коллекции, просто они его положили вот в такую упаковочку, и я его тоже не сразу поняла, мне захотелось его хорошенечко потестировать, мне не нравится то, что он такой прям жирненький, масляный, он все под собой разъедает, то есть вы не сможете нормально как-то выровнять века по цвету, и, ну, да, прилипляются, но могут и залипнуть, приходится дольше тушевать, то есть я не вижу в этом большого смысла, я лучше куплю тени, которые будут лучше работать, нежели я буду так много времени тратить на то, чтобы это все наслоить, потушевать, добавить, в общем, это просто слишком много лишних каких-то телодвижений, вот и все. Обычный праймер должен делать жизнь вашу легче, проще делать макияж ярче, более стойким, я такого не заметила, мне как-то вот с этим сложно, поэтому именно этот праймер для меня, ну, не особо рабочий. Что касается, давайте продуктов, наверное, для лица, а потом уже поговорим с вами про палетки, ну, как бы с румянами, наверное, кремовыми, все понятно, обычные кремовые румяны, ребята, здесь особо мне добавить нечего, по блеску, в принципе, тоже понятно, красивый, комфортный, симпатично сияет, да, после него, когда вы его подснимаете, остаются блестки, их сложно убрать, и он делает полоску, а так во всем остальном нормальный рабочий блеск, здесь уже как бы решайте сами. Что касается румян от Essence, ну, просто матовые румяны от Essence, мне кажется, это даже те румяны, которые находятся в таких вот шайбочках, их классические, которые существуют уже очень много лет, по формуле реально как будто бы одно и то же, но, возможно, чуть-чуть по пигментированию, я бы так сказала, хотя, может быть, даже нет, ну, то есть, это реально те же самые матовые румяны, поэтому тут как бы, если очень сильно понравится оттенок, можно взять, ну, либо вы просто фанат этого мультика, там, любите, не знаю, Король Лев, тоже почему нет. Помада, беспроигрышный вариант, если хотите что-нибудь новенькое, в новом оформлении, вы любите Багиру, то, пожалуйста, берите хорошая кремовая помада, оттенки нужно, конечно же, пробовать свочить, свочить, минус только в том, что вот этот, вот эта наклеечка, она не совпадает с тем, что внутри, на мой взгляд, она такая более спокойная, сливовая, а на деле вы получаете что-то такое ягодное, ну, как бы немножечко не бьется, а так, в целом, все хорошо, комфортная, классная кремовая помада. Ну, и, конечно же, самое интересное, а, нет, подождите, еще палетка для лица, но это, наверное, один из самых спорных продуктов здесь, потому что, серьезно, здесь просто нужно, ребята, смотреть на оттенки, я вам просто рекомендую данный бронзер, данный скульптор, потрясающий, честно, я прям балдею того, что у меня получается с этими продуктами, они суперкомфортные, они мягко наносятся, они легко тушуются, вот вообще никаких проблем, замечаний, и еще оттенки потрясающие, по крайней мере, мне это подошло, не слишком холодное, не слишком рыжее, все идеально. А вот эти два товарища, ну, они, конечно, здесь прям такие лишние, серьезно, я вот на это смотрю, и до сих пор негодую, почему они их тогда так сделали, ну, об этом мы уже обсудили это с вами, в целом, румянуты неплохие, я вот сегодня их поддобавляла еще чуть-чуть, прям самую капельку, чтобы там сияло, можно найти им применение, ну, здесь, как бы, опять же, на ваше усмотрение, не буду говорить вам, прям вот покупайте ее ради этих двух продуктов, только в том случае, если, не знаю, для вас это не очень дорого, вы любите данный мультик, вот как бы, чтобы сошлись несколько событий, тогда можно это купить. Ну, и теперь поговорим с вами про палетки, и почему вообще я выбрала именно эти. Что касается Essence, то там, да, было еще две палетки, одна палетка была золотисто-песочная, а другая была, что там, 14 оттенков розового, ну, по крайней мере, так я ее запомнила, я их посвочила, поняла, что, ну, как бы, мне неинтересно, и это мне показалось одной из самых разнообразных. В чем плюс этой палетки? Essence делали упор на сияшки, здесь всего 4 матовых, и хорошо, если бы даже их не было, я бы не расстроилась, честно, потому что серый для меня оказался не очень классным, для меня это просто некрасивый оттенок, который сложно наносить, очень долго нужно тушевать, и вот на каждый день это точно не сработает, по крайней мере, для меня, для меня это будет слишком сложно, морочно, молочный оттенок для меня вообще, я считаю, что это самый лишний оттенок, вот такой вот рыженький, ну, окей, оставим, то есть тут есть такие теплые оттенки, возможно, он периодически будет нужен. И есть коричневый оттенок, который, кстати, сделан интересно, он отличается по формуле от того, что есть в палетке от Catrice, он более цепкий, он более пигментированный, он не так сильно осыпается, вот его бы можно было оставить, остальные триматовых я бы убрала. Что касается сияшек, честно, вопросов нет, да, они красивые, они там немного дуохромят, они красиво переливаются, из них можно вытащить прям такое сияние, искру с помощью клея, но помните то, что они могут немного крошиться, если у вас клея нет, то это уже не будет так работать, не будет наноситься, я об этом говорю в каждом своем видео про Catrice Essence, потому что, как бы то ни было, это бюджетные бренды, и нужны вот такие вспомогательные штучки, поэтому, если у вас нет клея, то, наверное, я бы не советовала эту палетку покупать, потому что, ну, не раскроются они так, вот именно в таком объеме, либо, ну, хотя, возможно, у вас есть какой-то спрей для макияжа фиксирующий, тогда, может быть, как-то что-то можно сделать, придумать, смочить, только в таком случае, если ничего подобного нет, тогда, наверное, стоит воздержаться, потому что придется это делать с пальчиками, это будет осыпаться, и это не будет так сиять, они не раскрываются так, но в целом, я осталась довольна, я рада, что выбрала, что именно эту палетку, Муфаса, как бы мне очень приятно было ей пользоваться в этом плане, плюс, действительно, меня как-то замотивировала на какие-то новые макияжи. Что касается палетки от Catrice, здесь, конечно же, хочется в первую очередь обсудить матовые, потому что, потому что с матовыми здесь все плохо, правда плохо, не со всеми, то есть, на мой взгляд, здесь удачных раз, два, три, а вот эти вот три, которые мы наносим в складку, вот этот может быть, но очень сомнительная формула, то есть, это я ее назвала cream to powder, здесь никак не написано, что это именно такая текстура, но вы сами видите, как он промялся, он вообще не крошится, если все эти матовые, они прям летят, они прям сыпятся, то он нет, и с ним можно сделать красиво, ну, просто придется вот какие-то вот лишние телодвижения делать, немного подольше потушевать, понаслаивать, подобрать кисть, ну, как бы вот эти вот все моменты, поэтому спорно, а все остальное, вот лаванда вообще никакущая, вот этот оттенок, что-то тоже можно вытянуть, но опять же, нужно слишком много этих танцев с бубнами по желанию, если, конечно, вы любите пробовать что-то новое, как-то экспериментировать, то да, как бы вопросов нет, его можно адаптировать, из него можно вытянуть эту яркость, но мне не нравится, что он выметает сам себя, из-за того, что эти оттенки такие, прямо супер гладкие, силиконистые, ты их особо не наслоишь, только до определенного момента, затемнить вот этим оттенком, ну, чуть-чуть-то, можно вот прям самую капелюшечку выделить складку, и мне этого просто мало, 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 еще раз мало, здесь у нас получается 9 оттенков матовых, и 9 сияющих, то есть 50 на 50, на мой взгляд, палетка получается, ну, где-то так на процентов 70 удачная, вот так вот я бы сказала, и на повседневную основу я бы сказала, что она тоже подойдет, если вдруг вам нужно делать макияж на каждый день, здесь есть вот такие вот 3 классных оттенка, вот такой светленький, вот такой вот потрясающий, и бронзовый, замечательно подходит на каждый день, или даже на вечер, красиво будут смотреться, плюс вы сможете как-то еще свой макияж разбавить, если захотите, ну и собственно, да, поэтому я не могу вам однозначно сказать, что берите именно эту палетку, и да, почему я купила именно ее, там уже было еще 2 палетки, на мой взгляд, она мне опять же показалась более логичной, здесь было чем затемнить, по моей логике, были какие-то интересные яркие оттенки, были какие-то дуохромы, и были именно носибельные оттенки для меня, другие 2 мне показались просто немного пестрыми, хотя у них у всех центральный вот этот оттенок, где у нас находится здесь золото, выглядит потрясающе замечательно, и вот их, если есть возможность посвочить, то обязательно посвочим, ну вот как-то так, ребята, делите свое мнение в комментариях, если вы со мной полностью не согласны, то, конечно же, тоже пишите, мы там с вами пообщаемся, и надеюсь, что вам понравилось это видео, надеюсь, что оно для вас было полезно, я постаралась максимально подробно все показать, сделать максимальное количество макияжей, насколько меня хватило, и да, на самом деле, я снимаю это видео уже второй раз, и первые 2 дня, я снимала 2 дня это видео в первый раз, делала очень много макияжей, тестировала, пробовала, и у меня не записался звук, точнее, он записался, но записался очень плохо, потому что садился микрофон, так что, пожалуйста, поддержите меня, я буду вам очень сильно благодарна, это очень для меня важно, это большая проделанная работа, надеюсь, для вас это было полезно, спасибо, что досмотрели до конца, до новых скорых встреч, всем пока, муах! Пока! ensh Субтитры сделал DimaTorzok